Что такое политическая система? Реакция порождает новый запрос, а он, в свою очередь, новое решение. Как выглядит политическое решение? Это или кадровое назначение. Кого-то уволили, кого-то назначили, сформировали или разогнали службу, или министерство. Или правовой акт. Приняли новый закон, изменили старый. Правительство выпустило постановление, президент, указ. Государство общается с реальностью на языке документа. Чем отличается демократическая система от авторитарной? Тем, какого рода сигналы она воспринимает. Демократическая система максимально открыта на вход. Она слышит требования граждан, бизнеса, общественных групп, политических партий. Авторитарная система закрыта. Внутри нее бюрократия разговаривает сама с собой. Каналы обратной связи уничтожены или забиты мусором. Эти каналы – свободные выборы, независимая пресса, негосударственные общественные организации. Когда правящая бюрократия пытается выяснить, чего хочет общество, она обнаруживает себя в комнате, где вместо окон зеркала. Чем дольше власть живет в комнате без окон, тем больше она принимает ошибочных решений. Часто думают, что чем суровее диктатура, тем больше порядка. На самом деле автократия неустойчива. Внешние потрясения, смерть диктатора, внезапная волна народного возмущения, и они разрушаются. А демократии живут долго. Любой кризис для них – только повод сменить правящую партию и лидера на выборах. Поэтому к началу 21 века почти не осталось чистых автократий. Теперь на Земле гораздо больше гибридных режимов. Их еще называют электоральным или конкурентным авторитаризмом. Они имитируют часть демократических институтов, чтобы продлить свое существование. Открытая система стабильнее закрытых. Тем, кто сидит внутри черного ящика, кажется, что чем прочнее они загерметизируются, тем безопаснее будет. Ведь они окружены враждебной, как им кажется, внешней средой. Но политическая система не бы тискав. Чем больше она изолирована, тем скорее потонь. Продолжение следует...